Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. Как быть? Простить мучает совесть. Мне 38 лет, я вышел замуж в России, а мама осталась в другой стране. Она мне всегда говорила, выходи замуж за этого человека и уезжай. У меня одна была работа, да и не особо нравился мне этот человек. Ну что, послушала маму, вышла замуж и уехала в Москву. Мы с ним очень плохо жили, я много мучилась, выгонял меня. Просила маму помочь приехать, она не соглашала. Живет мама одна, отец умер в тот же год, когда я уехал, а других детей у мамы нет. Когда слышала разговор с нашей родственницей по скайпу, она уже бабушка, живет в другой стране, рядом с детьми и внуками. Когда родственница говорила, что водит внучек на танцы готовит им и туда, моя мама сказала, я для себя живу, закажу в магазин и покупаю, что хочу. Это был первый звоночек. Через два года совместной жизни я родила сына, очень хотела выйти на работу в России, но нужно было, чтобы кто-нибудь помогал с ребенком, попросил ее. Она сказала, что у нее давление постоянно, можно няню нанять. Мой муж два-три года звал ее в Россию, говорил, чтобы она продала дом и что он добавит два с половиной миллиона и она будет жить рядом с дочкой и внуком. Она отгазывалась, она мне сказала, что вы как попугай, значит, да, так, что вы как попугай, хватит меня звать, мне здесь хорошо. Дальше. Никто не мог сказать, что со мной, что со мной. С маленьким ребенком была сикровка, понимаешь, что совсем ослабела, муча-то видит, мы целых два месяца просим маму приехать, я думала, что умираю и хотела держать ее за руку, больше не нужно ничего. Она снова говорит, раздраженная у меня давление, не могу. Сама с подругами в соседние годы за вещами поехала, у меня слезы, обиды, страх. Я приходю к себе, а в прошлом году еду с ребенком к маме, так как соскучилась по ней. Прочитала, что она продала дом, она через 10 лет стала задумываться, так как ей 66, и говорит, нужен уход. Говорю, продавай за столько, сколько дают, он больше всего не стоит от этого дедушки по отцу, который перешел к ней. Она сказала, что сама знает, за сколько продать дом и не собирается меня слушать вообще, вообще-то не хочет продавать, но вынуждена, так как взрослеет. Я уехала, звонила ей, торопила, говорила, что пока есть деньги у мужа мы можем добавить, продавай. Она мне рот закрыла, прошел еще год, она загорелась, приехала к нам, говорит, что готова продать за эти деньги, пусть мой муж добавит, ей нужен уход. Сразу сказала, что с ребенком помогать не будет, ребенку 8 лет, помощь не нужна, это как-то с продавлением, она меня продавала очень много, и главное, тогда, когда мы думали, что я умираю, как быть, просить ее, попросить мужа, чтобы помог деньгами, он сам в шоке от того, как мать мне постоянно отказывала, у них в семье такого нет. Как мне быть? Анна, я думаю, что в первую очередь вам нужно разобраться в своих чувствах. Я думаю, что в первую очередь вам нужно свои чувства прожить, потому что у вас очень много боли, очень много обиды и страха. Я думаю, что у вас не сформировано отношение к своей маме, точнее вы их не тянетесь, вы как будто бы от нее чего-то ждете, она вам этого не дает, от этого вам очень плохо. Вот. То есть это вот то, что на мой взгляд нужно в первую очередь корректировать. Придете ли вы как-то вот после этого, придете ли вы после этого к прощению своей мамы? Вот. Это большой вопрос. Придете ли вы? Большой вопрос. Сможете ли вы прийти к прощению своей мамы? Вот. То есть может быть придете, а может быть нет. Вот. Может быть вы сможете прийти к тому, чтобы просить к маме, а может быть нет. Вот. Потому что прощение это не та история, которая, ну, как-то вот появляется, да, и проявляется, если угодно, по желанию. То есть это все, это все-таки история больше про некую, некую такую, я бы сказал, чувственную готовность. То есть либо готовность у вас это есть, либо готовность этой у вас нет. И, собственно говоря, все. Вот. У вас, на мой взгляд, много достаточно травм. У вас, на мой взгляд, много достаточно серьезных, серьезных таких тяжелых, я бы сказал, да, переживаний, вот, которые, ну, как-то вот дают о себе знать до сих пор. Вот. И, соответственно, пока это все на вас оказывает влияние, вряд ли вы сможете с мамой как-то вот адекватно, корректно взаимодействовать. Потому что, ну, вот, все время вы не что-то требуете, да, все время вы чего-то ждете и так далее, и так далее, и так далее. Я бы сказал, что вы с мамой находитесь как будто бы в слезе. То есть вот все время вы к своей маме тянетесь и как будто бы от нее вы не сепарировались. Вот. Задача психолога заключается в том числе и в том, чтобы эту сепарацию провести. То есть чтобы вы не зависли от своей мамы. Вот. Такая вот история. Я думаю, что то, что с вами происходит в той или иной степени связано с тем, что вы себя обеспениваете. То есть вот какая-то ваша несамостоятельность, ну, такая вот, да, по отношению к своей жизни, вот, как вы себя ведете, по отношению к маме, что вы все время как-то вот, ну, требуете, нуждаетесь, да, в ее поддержке. Вот. Это все мне видится так, что из-за, ну, такого чувства обеспечения себя. Вот. А можно ли это скорректировать? Все. Да, можно и нужно все это скорректировать. Вот. Поэтому лучше всего, ну, самый лучший способ, самое лучшее решение, которое вы можете сделать на мой взгляд, это пойти на психологию. Ну, вот. И начать, собственно говоря, работать. Потому что, ну, есть ощущение, что себя вы обесцениваете, а маму, маму, вот, несколько так скажешь, ну, несколько идеализируете. Вот. Ничего хорошего в этом, на мой взгляд, слава вбить не может, в принципе. Вот как-то так. То есть, условно говоря, условно говоря, простить свою маму, да, вот именно, ну, именно, именно простить свою маму, вы сможете только в том случае, если вы ее примете. А чтобы ее принять, чтобы ее принять, вам нужно принять себя. Вот. Понимаете, да? Вот. А себя вы не принимаете пока что? Ну, у вас, вот, не, у вас, не, ээээм... такой историк, себя вы не принимаете. Для чего вам это, нам это нужно, собственно. Вот. Потому что вы себя не можете принять. Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь, нужно вам двигаться вот именно в этом направлении, вот. На что ещё хотел бы обратить внимание, вот вы говорите про первый звоночек, вот, когда мама там говорит, что живёт для суда, на выход, мы сняли по подрыву мне немножечко описать звоночек это чего, то есть что конкретно этот звоночек означает, то есть мама хочет жить для себя. Почему это звоночек? Звоночек это, о чём, да, звоночек это про что? То есть вы, конечно, можете, вы можете от нам ждать чего-то, можете. Но, да, в данном моменте, вот в чём вопрос. Вы хотите, чтобы она приехала, вы уговаривали приехать для чего? Вы мне нуждаетесь. Что это за нуждаемость? То есть, ну, опять же, попробуйте сформулировать это. Что это за нуждаемость? Нуждаемость в чём у вас тут проявляется? Попробуйте это увидеть. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на свою работу. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. Выманение на наоборот. Г raise instead. Редактор субтитров. ook до responsabilной р conversей. Подписывайтесь.